Я приветствую вас на моём канале. 15 апреля, 2 апреля по старому стилю, отмечается праздник Поликарп или Тит Чудотворец. Согласно церковному календарю, в эту дату вспоминают чудотворца Тита и священномученика Поликарпа. По календарю народному отмечают Ледолум, Поликарпа в день, а торговцы празднуют Барыш день. В этот день по церковному календарю почитается святой Тит. Покровители этого дня отвечают за бизнес, карьеру, прибыль, доходы и благополучие в делах. Поэтому народные приметы на 15 апреля обещают, что сегодня каждый сможет поправить своё финансовое состояние. А ещё они говорят о том, что категорически нельзя делать в этот праздник. Народные приметы на 15 апреля говорят, что сегодня нужно помолиться святому Титу и попросить у него достатка, карьерного взлёта и успеха в делах. После молитвы святой Тит весь день будет наблюдать за просящим человеком. И если человек радуется, веселится, пребывает в хорошем настроении, то Тит ему поможет. Святой Тит покровительствует только беззаботным людям. А тех, кто грустит, недоволен, ссорится, ругается и обижается, Тит обходит стороной. Поэтому поверья и гласят, что чем веселее проведёшь этот день, тем богаче станешь в этом году. Поэтому сегодня принято праздновать, собираться всей семьёй, закатывать гуляния и веселья, накрывать пышный стол. По приметам, с 15 апреля начинал отламываться лёд, поэтому сегодняшний день и прозвали ледоломом. Традиционно сегодня наблюдали за льдом. Если он тонул, то впереди ожидался сложный год. В Поликарпов день молились Титу-чудотворцу, чтобы он излечил от недугов, поскольку верили, что он может избавить даже от тяжёлой болезни. Торговцы 15 апреля устраивали ярмарки, стараясь в этот день получить большую прибыль. Тогда, по примете, весь год будет прибыльным. А заработанные сегодня деньги шли впрок. К этому дню запасы зерна, как правило, были уже на исходе, поэтому крестьяне ели только хлеб, который запивали квасом. Однако этот праздник отмечали так, чтобы не думать о плохом, ведь впереди весна, тепло и сытые времена. Поэтому сегодня веселились от души, пели песни, шутили и плясали. А также хвалились своими наливочками, вкуснейшими настойками, да ароматными винами. Крестьяне в Тита в день проверяли посевное зерно и семена, чистили засеки. Традиционно 15 апреля гоняли ворон, чтобы подальше от дома летали. Если же они начнут кричать над избой, то, согласно примете, могут привлечь голод, плохой урожай и недостаток продовольствия. Женщины в день Тита перетрушивали постели всех членов семьи, чтобы выгнать из дома все недуги и проблемы, которые могли прятаться в подушках и матрасах, навевая тяжелые думы. После этого перетрушенную постель трижды сбрызгивали святой водой. В этот день проводили особый ритуал, который принесет большие деньги. Для этого в Тита в день нужно посадить обычную монету в цветочный горшок и полить. Потом над горшком читают молитву к святому Титу. «Святой Тит, покровитель богатства и людского братства, к тебе о помощи взываю, достаток мне, рабе Божьей, принеси, умоляю. Благослови эту монету приумножаться, деньгами в моем доме прибавляться. Пусть все мои дела достатком завершаются, а деньги к деньгам прибавляются. Аминь». После этого поставьте горшок на подоконник и каждый день поливайте его в течение года. Пока монету поливаете, пока и деньги рекой льются к вам в дом. Согласно народным приметам, считается, что если сегодня посадить монету в цветочный горшок, то она весь год будет деньги и прибыль приносить в дом. Приметы на 15 апреля говорят, что сегодня нельзя ссориться и пребывать в дурном расположении духа, иначе весь год будет бедным и несчастным. Если голуби сегодня воркуют и купаются в лужах, значит, тепло не за горами. Слышать карканье ворона в этот день – к несчастью. От дома нужно прогонять всю воронью. Испокон веков наши предки следили за приметами, чтобы знать, что нельзя делать 15 апреля в поликарпов день, который считался непростым и неоднозначным. С одной стороны, он сулил прибыль торговцам, за что его прозвали «барыш день», а с другой – большие неприятности для любителей уединенного образа жизни, поскольку 15 апреля нельзя быть в одиночестве, иначе можно притянуть к себе несчастье и горести. Согласно поверьям, в поликарпов день торговцам нельзя устраивать себе выходной, иначе прибыли не будет. Чтобы весь год приносил удачу в торговле, 15 апреля нужно провести большую распродажу, на которой постараться выручить как можно больше денег. Однако все заработанное в поликарпов день нельзя пускать в оборот. Выручку надо либо раздать нуждающимся, либо пожертвовать церковь. 15 апреля нельзя думать о плохом. Негативные мысли могут притянуть несчастье. Надо провести этот день шумно и весело, например, в компании друзей, танцуя, распевая песни и играя в разные игры и конкурсы. Тогда остаток весны пройдет на положительной ноте. Все проблемы пройдут стороной. Задуманное скоро исполнится, а заветные желания воплотятся в жизнь. В душе будет царить гармония, а в сердце – любовь. По примете, нельзя 15 апреля кормить ворон, поскольку если они начнут летать и каркать над домом, то могут навлечь нужду, голод, пожары и другие беды. Ни в коем случае нельзя в поликарпов день спать на использованной ранее постели. Сегодня нужно передряхнуть все одеяла и подушки, чтобы выгнать неприятности и болезни, которые прячутся в них и навевают негативные мысли. Затем следует постелить свежее белье, которое предварительно нужно прогладить и окропить святой водой. Перед сном его трижды перекрестить. Тогда отдыхающего на нем перестанет мучить бессонница и страшное сновидение. Сон будет спокойным и глубоким. Если журавли на Тита Чудотворца в южную сторону летят, к неудачному году. Если голуби 15 апреля воркуют, тепло сулят. Сегодняшняя погода расскажет об Октябрьской. Если лесные муравьи сегодня выползли, примета к теплу. Народе считалось, что рожденные в Тита в день обладают великолепной выдержкой и терпением. Они всегда стоят на своем, их невозможно переубедить. В этот день отмечаются именины пяти мужских имен. День Ангела сегодня отмечают Георгий, Егор, Григорий, Ефим и Савва. Сегодня молятся святому Титу, который всегда покровительствовал всем делам, которые приносят прибыль. Его просят, чтобы он помог в делах, сделал работу прибыльной и выгодной, а год успешным, принес процветание и достаток. Но Тит не покровительствует тем, кто сегодня грустит, печалится, ссорится и бронится. Чтобы святой благоволил, нужно весь день провести в веселье и радости. Нужно сегодня гулять, собирать компанию хороших друзей, даже не возбраняется употребление горячительных напитков. И чем веселее этот день проведешь, тем богаче и успешнее будет весь год. Приметы на 15 апреля говорят, что с чем большим размахом ты сегодня будешь праздновать, чем веселее ты проведешь сегодняшний день, тем богаче будет год, тем успешнее будут идти твои дела. Это сделать не так просто, так как день очень неблагоприятен в эмоциональном плане. Сегодня люди становятся очень внушаемыми, их легко в чем-либо убедить, особенно в том, что способно принести вред и ущерб. Есть большой риск конфликтов и угнетенного настроения. А этого допускать нельзя, иначе весь год будешь прозябать в нищете. Поэтому сегодня нужно проявить небывалую выдержку, спокойствие и уравновешенность. Не стоит никому верить и нельзя ни с кем ссориться. Вечером нужно собраться всей семьей или позвать близких друзей, которым вы безоговорочно доверяете, чтобы весело провести вечер за байками и смешными историями. Также приметы на 15 апреля говорят, что если сегодня посадить деньги, то они обязательно густо прорастут. Для этого нужно взять обычную монету, посадить ее в цветочный горшок с землей и произнести над ней молитву святому Титу. Горшок нужно поливать и растить монету весь год, тогда деньги будут не иссякать из дома, а все дела будут прибыльными. 15 апреля проводили ритуалы и обряды, читая заговоры на любовь людскую и доброжелательность окружающих. Например, проводили такой обряд, чтобы люди уважали и любили. Для этого 15 апреля брали горшок с комнатным цветком и выходили с ним во двор, протягивали его к солнцу и говорили такие слова. «Как ты солнце любовью согреваешь, так и я всем помогаю. Как цветок к тебе тянется, так пусть и люди ко мне потянутся. Я всех заботой одарю, взамен у них уважения попрошу. Будут меня все любить, будут меня все ценить». После этого помогали трём и более людям деньгами, опекой или же физической помощью. Я желаю вам удачи, счастья и благополучия. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok